Добрый день. Композитор Ахмед Куанович Жубанов художник самобытный и ярко национальный. Он пришел путь до академика народного артиста Казахской ССР. На бесплодном такыре и травинка не вырастет, говорят казахи. Эти слова в полной мере можно отнести к профессиональной музыке, которая рождается и развивается на почве народной. Ахмед Жубанов родился в апреле 1906 года в урочище Коз у Коктамок Тюбинской области. Отец будущего композитора Куан был просвещенным человеком в ауле. Отец Жубанова мечтал о том, чтобы дать образование своим детям. Много сил было приложено им для открытия в его ауле школы, куда он отвел семилетнего Ахмеда. В 1918 году Жубанов оканчивает двухгодичную русскую школу в Журыни и затем после учебы на курсах по подготовке учителей работают в городе Тимири. Но ни на минуту юноша не забывает о музыке, самостоятельно изучает теорию и музыкальную грамоту, играет в самодеятельном оркестре народных инструментов. Годы, проведенные Жубановым в Актюбинске, были особенно важными в его жизни. Здесь он знакомится с известными в то время скрипачем Чернюком, окочившим Варшавскую консерваторию. В 1928 году Ахмед становится учащимся музыкального техникума имени Глинки в Ленинграде, где занимается по классу скрипки у опытного педагога. При технике Межубанов создал студенческий дамбровой ансамбль, который на первом всеказахстанском слете народных талантов в 1934 году продемонстрировал свое искусство. Вскоре президиум КАС ЦИК принял постановление о создании на основе добрового ансамбля оркестра казахских национальных инструментов. Так родился известный всему миру казахский государственный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, дирижером и художественным руководителем которого был назначен Ахмед Жубанов. Молодой композитор не ограничился переработкой казахских народных песен. Он приложил для оркестра казахских народных инструментов сочинения русских и зарубежных композиторов в классиках. Композиторская деятельность Жубанова в 1938-40 годах развивалась по двум направлениям. Он занимался обработкой народных песен и кюев и писал свои произведения. К написанию крупных музыкальных сочинений Жубанов пришел уже с большим творческим багажом, подчеркнув из сокровищницы народного наследия те произведения, которые, по его мнению, наиболее удачно звучали в оркестре, не теряя своих красок. Так музыка, написанная к трагедии Абая Уэзова, симфоническая поэма Абай явились подготовительным этапом к написанию оперы на эту тему. Опера Абай, написанная к 100-летию со дня рождения Абая Кунанбаева и приуроченная к десятилетию со дня открытия Казахского театра оперы и балета, стала новым словом в казахской музыке. Достаточно попытаться лишь представить себе всю творческую жизнь Ахмета Жубанова, как невольно охватывает удивление перед его колоссальной работоспособностью и трудолюбием. Он написал сотни исследовательских работ, статей и художественных очерков, посвященных национальной музыкальной культуре. Такие произведения Жубанова, как «Струны столетий», «Соловьи столетий», «Курман газы», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Музыкальная культура казахского народа» можно встретить в домашней библиотеке любого исследователя, интересующегося вопросами народной музыки. Ахмед Жубанов, ревностно оберегавший наследие народной музыки, до самого последнего дня своей жизни ни на мгновение не переставал думать о ее судьбе, судьбе музыки, ставшей идеалом его жизни. Спасибо за внимание.